О раскрытии убийства Александра Большакова об уголовных делах Сергея Губарева и экс-депутата законодательного собрания Сергея Курашева. В региональном управлении Следственного комитета подвели итоги 2015 года. Подробности в репортаже Бориса Пучкова. Традиционно в середине января Следственный комитет России по Владимирской области подводит итоги своей работы за прошлый год. Руководитель комитета Александр Еланцев на пресс-конференции рассказал о самых резонансных уголовных делах 2015 года. Одно из них о расследовании в отношении бывшего главного полицейского региона Сергея Губарева. Выявлены дополнительные эпизоды злоупотребления служебной деятельностью. Но в силу того, что они пока дорабатываются, естественно, мы не можем о них сказать. Когда Сергей Юрьевич бывает в здании, естественно, у управления имеется возможность зайти ко мне в этот кабинет, выпить кофе. Вот у нас совершенно нормальные отношения. Рассказал Александр Еланцев и об уголовном деле экс-депутата областного ЗАГС Собрания. Напомню, в июне Сергея Курашева признали виновным в ДТП, в результате которого погиб пенсионер и приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Совсем недавно в отношении Курашева было возбуждено еще одно уголовное дело о клевете. Вы прекрасно помните, как Курашев активно раздавал заявления о коррупции, о попытках взятки наших, в том числе и моих, и сотрудников ФСБ. Расследование уголовного дела по убийству семьи из трех человек на улице Нижняя Дуброва, по словам Александра Еланцева, находится на завершающей стадии. Следователи выяснили, что двое задержанных, которых подозревают в убийстве, причастны еще к одному преступлению. У нас установлен еще один факт в Подмосковье. Там было совершено убийство молодого человека, которого ночью захоронили на кладбище, а утром на этом месте, в этой могиле, захоронили другого человека. Подходит к концу и расследование в отношении бизнесмена Олега Жукова. В этом резонансном деле 11 обвиняемых и 10 эпизодов преступной деятельности. От налогов до мошенничества. В деле о зверском убийстве Александр Большакова в 2011 году в Сузале следком поставил точку. Подозреваемые жители Подмосковья. Сколотив банду, они занимались угоном дорогих иномарок. Одной из их жертв и стал Большаков. Летом 2015 года на территории СНТ «Мечта» Петушинского района полицейские обнаружили частный дом для престарелых. Буквально за пару месяцев его работы в хосписе умерло несколько стариков. Однако судебная экспертиза установила, что умерли они естественной смертью, а не от истощения. Правоохранители задержали организаторов хосписа. В действиях этих двух лиц, которые у нас в настоящее время привлекаются к уголовным ответствиям, у них имеется состав преступления. Оказание не надержащих эту услугу. Еще одна победа следкома, по словам Александра Еланцева, новые госты по москитным сеткам. Производители окон заставят устанавливать так называемые детские замки безопасности. Этот закон, принятый на федеральном уровне, вступит в силу в январе-феврале 2016 года. Борис Пучков, Александр Горшков, Губерния 33.